Добрый вечер! Как вы? Как настроение? Нормально, спасибо. Чего и вам желаю. Всего самого хорошего. Саркиш, что, по-вашему, ждет в ближайшем будущем Азербайджан и Армению? Сложнейший вопрос вы задали. И очень неблагодарное дело, конечно, что-либо предсказывать или прогнозировать. Потому что, когда прогнозы, если не сбываются, то все бедны на эксперта. А если сбываются, то все забывают. Но разные варианты и сценарии. Если напрямую Армения и Азербайджан начнет диалог, что отсутствовало в наших отношениях в течение 30 лет, я думаю, что Армения и Азербайджан ждет очень позитивные сдвиги. И в Армении, и в Азербайджане мы должны зафиксировать одно. Мы, соседи, у нас есть конфликт, у нас есть вражда. Но и конфликты, и вражда, и военная ситуация, и даже агрессивные военные отношения друг к другу, они приходят и уходят. В истории еще не было таких взаимоотношений, чтобы тысячелетиями страны ненавидели друг к другу. Многие страны перешагнули через многие конфликтные ситуации и идут к примирению. Это история. Соответственно, многие адекватные и здравые политики и государственные мужья в Азербайджане и в Армении, безусловно, это понимают. Поэтому сейчас нужно, чтобы начался диалог непростой, трудный, но прямой. И тогда, я думаю, что через два года, через три года ситуация кардинальным образом изменится в лучшую сторону. То есть агрессия и вражда отойдут в сторону, и придет уже прагматические нормальные отношения. Это мое мнение. Благодарю. Саркис, наверное, вы в курсе, что жительница Хан Кяньды, Изаура Баласанян с четырьмя детьми, попыталась перейти, ну, скажем так, пост миротворцев. Они ее остановили, и она сказала, я хочу жить в Шуша со своими детьми, со своей семьей. Это говорит о том, что армяне все-таки сегодня готовы жить под одной крышей, фактически, да, с азербайджанцами. Как это можно рассматривать? Вот человек пришел, и она сама не из Шуша, она из Хан Кяньды. То есть она не была оттуда, скажем так, вынуждена переехать там несколько месяцев назад. Нет, она жила в Хан Кяньды. Как вы думаете, что это и почему это происходит? Желание армян и в том числе азербайджанцев, потому что я же тоже общаюсь. Я знаю, что азербайджанцы тоже с удовольствием бы сейчас, некоторые, которые были и жили в Армении, говорят, да, мы поехали бы и жили бы в Армении, если бы были бы гарантированы элементарно нашу безопасность. Потому что там родились, один вот Ведживани родился, я рассказывал, я недавно его в Москве видел и так далее. Что это говорит? Это говорит о том, что люди вольны жить там, где хотят, если обеспечится их безопасность. В принципе, об этом, об этом на самом высоком уровне и в Армении, и в Азербайджане, когда идут переговоры, именно речь идет о дорожной карте, о свободе воли и изъявления людей, чтобы они жили. Главное, чтобы была бы обеспечена сетка безопасности, понимаете? Если эта безопасность обеспечивается, если обеспечиваются элементарные права армян, проживающих в Азербайджане и азербайджанцам в дальнейшем, желающих проживать в Армении, это национально-культурные моменты, образовательные моменты, элементарные вещи, которые каждому представителю этноса нужно иметь как гарантию. И тогда почему бы нет? Я тут никаких проблем не вижу. Наоборот, это входит в дорожную карту в дальнейшем мирного сосуществования наших народов. Весь цивилизованный мир очень семимильными шагами идет вперед. И поэтому хотелось бы, чтобы мы заострили наше внимание без эмоций, спокойно, спокойно обстановить, как мы сейчас с вами уже разговариваем, говорили бы о будущем. Это правильно. Вот эти аспекты, кто древнее, кто мудрее, у кого что было и так далее, вы знаете, что, конечно, чувство национальной самоидентичности, она присуща любому человеку. Тут ничего плохого нет. Но когда чувство национальной самоидентичности и национального «я» превосходит и предвосхищает реальную ситуацию завтрашнего развития, то есть мешает завтрашнему развитию, это превращается в самодурство. Самодурство. И поэтому надо сейчас нам всем вместе подумать о будущем. Да, мои слова могут не понравиться многим, потому что война обожгла многие чувства с обоих сторон. Есть горе, есть горечь матерей, есть горечь воюющих людей и так далее, я понимаю. Но выхода другого нету. Надо думать о будущем. И поэтому предлагаю вообще все вопросы строить именно из перспектив будущего. Спасибо. Саркиз, вот я думаю, что последнее время стали уже не в качестве миражей, а в качестве реалий видеться где-то вдали отголоски будущего мирного договора. Я очень верю в то, что это будет не через сто лет. Скажите мне, вы как армянин, как человек, как гражданин, человек образованный, я знаю, что вы реалист, вы признаете то, что признает весь мир, хотя бы элементарно, то, что признает ООН, ООН признает многие страны, что-то признает ООН, что-то не признает. Мне интересна позиция ваша по Карабаху. Готовы ли вы ради будущего мира между азербайджанцами и армянами признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана? Ваш вопрос состоит из двух частей. Вы очень искусственное интервьюер. Спасибо. Я восхищаюсь вами. Спасибо. Я хочу сказать, в вашем вопросе вы также, как незаметно, сделали меня соучастником. Признание того, что весь мир признает. Во-первых, я признаю то, что мир дороже войны. Насчет того, что предвидится что-то касаемо мирного договора. Я хочу добавить. В первый раз я об этом говорю. И, видимо, это эксклюзив. Но это я говорю от своего имени и от имени моих многих единомышленников. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном не минует. Я сейчас не хочу углубляться в эти вопросы, потому что данный мандат, заключение мирного договора, имеется у легитимных властей Армении и Азербайджана, у первых лиц Армении и Азербайджана, а также у соприседателя Крыминского группа области. Он передал этот мандат. И поэтому я свое мнение скажу, что мирный договор будет. Он будет не через сто лет. Если в моем мнении хотите узнать, мирный договор будет заключен в кратчайшей исторической перспективе. Так вы готовы ради мира признать или не готовы, Саркис? Мирный договор. Я понимаю, вам, как сейчас журналисту, нужен рейтинг. Мне, как человеку, который ответственный за любое свое слово, я вам говорю, мирный договор не за горами. Безусловно, он очень сложен. И здесь очень важна позиция гражданского общества. Здесь надо не мешать. Если не можешь помогать, главное не мешать. Любые скандальные истории, якобы скандальные, «желтая пресса», «желтая пресса», «представьте общество», они, конечно, подогревают злую темную сторону, которая на руку воинствующим яскам. Я бы хотел от вас услышать вопрос, Саркис. Можете спросить? Пожалуйста. От меня вопрос. Да, конечно. Не спросить, а поинтересоваться. Как сейчас дела обстоят с радикальными деятелями благосферы, которые, например, мы с вами говорили об этом частной беседе, которые, например, обзывают целую нацию и так далее. То есть, как к ним отношения? Вот чисто отношение к тем людям, например, которые высказывают очень оскорбительные слова в адресе целой нации. Допустим, в Азербайджане у нас есть такие блогеры, я вам присылал эти ссылки, в адресе, например, народа Армении, нации. Например, это приятно на ухо интеллектуальному гражданину Азербайджана? Или сейчас что-то меняется, и некто это не воспринимает? Потому что мухи отдельные, котлеты отдельные. Понятно, есть война, есть конфликт. Есть очень много сложных моментов. Кстати, этот момент и в Армении тоже есть. Мне так же не нравится, когда в Армении что-то высказывают по отношению целого народа. Это ни по каким понятиям не приемлемо, вы знаете. Вот просто хотел бы узнать, вы как стоите на латвусовой бумажке, вы видите настроение общества. Несколько месяцев назад, я знаю, какое отношение. Сейчас что-то поменялось или нет? Саркис, смотрите, всегда, когда лес рубят, щепки летят. И это не моя фраза, эту фразу буквально недавно упомянул мой собеседник, ваш соотечественник. Мы говорили об этом. Я вам могу подсказать, зачем фразу. Извиняю, секундочку. Эта фраза Иосифа Виссарионовича Сталина на каком-то сети в 30-х годах во время репрессии. Это его знаменитая фраза. Лес рубят, щепки летят. Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, кстати, он проходил, ну скажем так, находился в местах не столь отдаленных. Здесь вот недалеко, в Баиловской тюрьме, кстати, в Баку, наверное, вы знаете его историю. Да, он ссылка неоднократная, да. Саркис, скажу вам честно, меня многие не устраивают. Блогеры, пользователи соцсетей, те, кто говорят глупости, обзывают целую нацию. Я это не приветствую. Я не приветствую тех, кто ругают. Меня часто ругают. Я это терплю, выслушиваю. Оскорбляют мою семью. Могут что-то гадкое сказать про мою... Когда оскорбляют мой народ, для меня это равносильно оскорблению моей нации, моей матери. То есть я свой народ от своей мамы, от своих детей не отделяю. Обругали мой народ, обругали мою сестру, обругали просто мою соотечество. Для меня это одинаково, так же, как и для вас. Я призываю всех перестать в социальных сетях гнобить друг друга, унижать друг друга, оскорблять друг друга, снимать неподобающие контенты ради просто того, чтобы собрать глупо лайки, комментарии и попасть в какие-то мифические рекомендации. Согласитесь со мной? Мало того, что соглашусь. Я полностью поддерживаю это позицию. Полностью поддерживаю. Саркис, еще один я хочу вам задать такой остренький вопрос. У нас сегодня с вами не очень такой большой, долгий эфир. И все же я его задам. Понятное дело, что юридически все 30 лет конфликта, проходили на азербайджанской земле. Вы же не будете спорить с Организацией Объединенных Наций. Вы не будете спорить с картографией. Я не об этом вопрос задаю. Хочу вас спросить. Как вы думаете, что нужно сегодня для того, чтобы воцарился мир? Вот какую точку нужно поставить, чтобы все, и был мир, и мы все, наконец, успокоились, и все были счастливы? Приоритеты должны быть поставлены. Когда есть приоритет жизни людей, это одно. Когда есть приоритет интересов государства, или приоритет земля, приоритет территории, это другое. Что важнее? Если счастье, безопасность, человеческая судьба – приоритет. Само их страна. Очень быстро можно договориться. Приоритеты первых лиц. Сейчас в Армении новое политическое руководство. Оно в течение трех лет показало, что оно повернуто лицом к своему народу. В Азербайджане есть легитимное руководство во главе с Ильханом Гейдаровичем. И поэтому я думаю, что вот если эти приоритеты будут поставлены, я оптимистично поступаю. Благодарю вас. Вы очень лаконично отвечаете на все мои вопросы, а подаю я их с гарниром, как вы поняли. Ибо блюдо без гарнира – это уже не совсем то. Но я хочу сказать, что, Саркис, если все будут армяне столь адекватно выходить на мост переговоров, также я надеюсь, что многие азербайджанцы возьмут с меня пример, ибо я, скажем так, рекордсмен по количеству телемостов на данный момент. В книге рекордов Гиннеса, азербайджанская и армянская, я уже на первом месте. Я хочу, чтобы мы стали друг друга слушать и слышать, как я услышал вас, и я верю в то, что вы услышали меня. С нами был Саркис Асатриан, общественно-политический деятель Российской Федерации. Спасибо вам, Саркис. Как вы назвали сына, кстати? Кстати, у вас родился сын. Как вы его назвали? Марк. Марк. Вау. Это в честь Марка Уолберга или Марка Твена? Нет, просто это именно... Ну, во-первых, он один из четырех основателей, авторов Евангелия, Евангелия от Марка. Красивое имя. От Фомы, от Варнавы. Благодарю вас, Саркис, за прекрасный и полезный разговор. С вами был Саркис Асатриан, общественно-политический деятель Российской Федерации и Камран Размавар, телеканал CBC Баку, Азербайджан. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова